Вы слушаете Радио России Ульяновск. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова ваш музыкальный радиогид Александр Филатов и моя субботняя культурно-подъемная программа «За чашкой кофе». Это значит, что вас ждет новая встреча с замечательным творческим человеком. «За чашкой кофе». Сегодня гостем нашего эфира станет ульяновский певец, саксофонист Дмитрий Захаров, хорошо известный поклонникам музыки своими многолетними выступлениями на различных концертных площадках региона. Повод к разговору отличный. Буквально сегодня вечером в усадьбе семьи Ульяновых, улицы Ленина, 70, состоится юбилейный концерт Дмитрия Ивановича, посвященный 70-летнему юбилею и 50-летию творческой деятельности. На нем музыкант выступит вместе с ульяновским государственным духовым оркестром «Держава» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Кирилла Ильина. Итак, предлагаю вашему вниманию нашу живую эмоциональную беседу. У меня очень большой багаж песен. Всю свою жизнь, сколько я помню себя, с малых лет пел, потом уже впоследствии играл, душа поет. И хотелось мне вот именно с оркестром «Держава», в котором я, в общем-то, уже давно работаю, хотелось мне сделать концерт. Ну и вот мне пошли навстречу дирижер Кирилл Николаевич Ильин, молодой талантливый музыкант и администрация. И 25 июня состоится вот этот вот концерт. Будут еще солистки, музыканты будут играть. Какие-то оркестровые произведения, я не знаю. Они от меня это держат в секрете. И я сыграю на кларнете, хотя, откровенно говоря, давно уже кларнет в руках не держал. Последние годы все время играю на скософоне. А на кларнете, по классу кларнета, я учился в нашем родном музыкальном училище города Ульяновска. Мне понравилось очень произведение, которое называется «Сигве». Оно написано для кларнета. И очень красиво. И мне так захотелось сыграть ее, что я достал кларнет, попросил товарища, он дал мне на прокат свой кларнет. Мне хочется сыграть. Ну и на скософоне сыграю. И, конечно, спою. Какие песни? В моем репертуаре в основном песни советских композиторов, русскоязычные песни. Песни из репертуара нашего замечательного певца Муслима Магомаева. Мой кумир, мой любимый певец. И всегда, если я где-то в концерте пою, звучат его песни. Пользуясь случаем, приглашаю на свой концерт, который будет 25 июня в усадьбе Владимира Ильича Ленина, в дворе концертный зал на свежем воздухе. В общем, там все готово. Перед началом нашей программы сказали, что эта студия вам знакома. Вы бывали здесь, правда, очень давно. Вот расскажите немножко о тех визитах на ГТРК «Волга». Самый первый визит сюда, вот в эту студию, был в 64-м году. В 1964 году. Я, будучи пионером, мальчишечкой, ну сколько мне тогда было? 12 лет. В пионерском галстике. Я был запевалый в хоре. Солидный, прекрасный хор был, четырехголосный. И мы вот здесь вот пели. Тогда была прямая трансляция. Меня поставили, такие громоздкие аппараты были. И сказали, так, мальчик, вот видишь, зеленый огонек горит, как заржется красный, все, пой только туда. Вот это мой первый визит вот в эту студию. Ну, потом, уже будучи взрослым человеком, когда я был студентом музыкального училища, и когда уже я служил в военном оркестре в училище связи, здесь был такой в Ульяновске замечательный коллектив, вокально-инструментальный, на самом деле, горожане, да, в котором я имел честь работать с 75-го года по 81-й год. Люди менялись, дело такое было молодое, ну, а я довольно-таки вот долго. С горожанами тоже здесь, в этой студии писали. У гостя нашей студии сегодня Дмитрия Захарова. С этой датой тоже связано, да, с этой цифрой 30 лет, тоже связаны определенные ассоциации. 30 лет в этом году он отметил своей творческой деятельности. Да, так оно и есть. Добрый вечер, дорогие друзья. Я немножечко, Дмитрий Иванович, о вас расскажу. Дмитрий Иванович один из лучших саксофонистов в нашем городе, и один из лучших исполнителей ретро-песен. И действительно, в общем-то, у него уже было 6 сольных концертов за все это время. Но мы пригласили его по другому поводу, потому что через несколько дней его лично юбилей... 50-летие, да. Но это как раз расцвет творческой деятельности, замечательный юбилей, все еще как бы впереди. Помню, записывали песню, Наташа Селезнева пела песню из репертуара Пугачевой, и там должен идти дождь. Этот шум дождя делали так. Кто-то поливал из лейки, тут микрофон стоял, и что бы шумело, вот этот шум дождя. И она что-то пела. Солистка группы Бережаев. Да, Наталья Селезнева была такая. Руководитель Максимов. Александр Борисович, да, да, да. Напомним немножко об этом замечательном коллективе. Да, оператор Слава Ронжин, замечательный был. Большой ему привет Валера Левтеров. Это вот звук оператора. Это же большая ответственность на них, на этих людях. Они озвучивали. А тогда же не было такой аппаратуры современной, как теперь. Все, где-то что-то доставали, как-то куда-то подключали, сами паяли, сами делали. Ну, в общем, беда была с аппаратурой. Даже здесь вот сколько мы не пытались записать фонограмму, чтобы потом наложить на нее свои голоса. Но не получалось качественной фонограммой все тут. Даже ночью писали, чтобы трамваи нам не мешали. Три часа ночи писали здесь. Отдельно гитары, отдельно барабаны, отдельно медная группа. Но не получалось все тут. Горожане были настоящей кузницей музыкальных кадров для нашего региона. И не только. Очень много вышло музыкантов отсюда. Да, да, да. Следует напомнить нашим телезрителям эту славную страницу творческую Ульяновской области. Как все начиналось у вас с музыкой? С детства ли пели? Вы уже сказали, что в детском хоре. Ну, до этого еще был, Саша, такая была история. Я был совсем маленьким мальчишкой, еще дошкольником. Еще в школу не ходил. У нас был при клубе фабрики Гладышева, в Брыше, там, где я родился, был детский сектор. И там Нина Васильевна была у нас руководитель от Десницкая. И мы там ставили спектакль. Значит, «Золушка» и «Принц» и «Нищий». Вот два спектакля, в которых я принимал участие. В «Золушке» я был просто пожом, ходил за королевой и носил ее шлейф. У нас было два пожа. А уже «Принц» и «Нищий» там уже была роль со словами. И даже слова я сейчас помню. «От имени нашего древнего и славного города осмеливаемся преподнести вашему высочеству коня под седлом, уздечку и шпоры». А тут шут кричит. А где же конь? Простите, сударь, но коня мы оставили при дворе. Вот такие вот слова были вот у меня. Самая лучшая память – это детство. Детство, да. Это вот первый выход на сцену. Первый раз грим, костюм. Все это было первый раз. Ну а потом, потом школа. В школу я пошел в 59-м году. И уже Новый год 60-й я был на школьной елке Новым годом. Такая вот лента на мне была. Написано «1960-й». И слова такие «Привет, друзья! Привет, ребята! Я Новый год 60-й». Потом уже где-то в 8-м и в 9-м классе я уже был Дедом Морозом. Он надевал пальто. На это пальто шубу Дедом Морозовскую. С меня 7 потов. Ну, это отдельная история. А в музыке дело было так. Музыкальной школы тогда не было. Ну, не было и все. Так у меня был охотничий рок. Мне его подарили соседи. В соседях жил директор фабрики. У него было два взрослых сына. И вот они дали на Диме. Он вот такой вот большой, медный, загнутый. И я ходил по двору и трубил. У меня так ловко это дело получалось. Правда, сосед за другим забором очень ругался. Я мешал ему спать после ночной смены. Ну, вот началось с этого охотничьего рога. А потом уже пионерский горн. Я горнил замечательно. Все детство прошло в пионерском лагере. Там я был бессменным горнистом. Потом уже был старше. Где-то мне 16 лет было. Был спортивный уже лагерь, не пионерский. И в спортивном лагере тоже я был горнистом. Назначен причем. Директор сказал, так, ты встаешь раньше всех и горнишь. Так этот горн разбирали на части, чтобы я не горнил подольше. Я просыпался, горна нет. Ну, в общем, такая история. А с музыкой, с оркестровой музыкой, с затаенной душой наблюдал, в щелочку там в окне, как репетируют взрослые мужчины. При фабрике, вот при клубе фабрики, был хороший эстрадный оркестр. Не вокально-инструментальный. Тогда, это 60-е годы. Эстрадный оркестр, трубы, тромбоны, аккордеон, барабаны, контрабас и саксофон. Первый раз в жизни увидел саксофон. Я им заболел на всю жизнь. Потом, впоследствии, во всех моих тетрадях школьных, на учебниках были нарисованы саксофоны и саксофонисты. Все, это болезнь. Я стал ходить в детский кружок духовой, организовался. Упросил руководителя кларнет. Почему кларнет, он меня спрашивает. Я говорю, ну, хочу вот кларнет. Он говорит, понимаешь, это сложно. Вот давай лучше вот возьми баритон. Нет, кларнет. Он меня долго уговаривал. Нет, кларнет. Он махнул рукой, плюнул даже. На. Так я сел и сыграл ему гамму, начиная вот снизу, с фа малой октавы, и до фа третьей октавы. Он говорит, а ты откуда? А я подсмотрел за старшим товарищем, который занимался на этом кларнете, и я смотрел, как он пальцы держит, как он туда звук извлекает. То есть все, я вот взял и сыграл. Ну, тогда уже он сказал, ну, у меня слов нет. И я стал заниматься на кларнете. Почему на кларнете? Потому что это родственный инструмент. Такая же трость, такой же мундштук. И аппликатура почти такая. Я держал в голове, чтобы впоследствии я мог играть на саксофоне. Ну, так оно, в общем-то, и получилось. Ведь саксофон же по тем временам был очень редким инструментом. Саша, редким – это ладно. И даже немного как бы запрещаемым, что ли. Не то слово. Меня вызвал завуч в музыкальном училище на ковер. Мне сказали, вы играете на саксофоне во дворце профсоюзов. Я говорю, да. А что? А вы разве не знаете, что саксофон – это не наш инструмент? Знаете, от саксофона до ножа один шаг. Меня спасло то, что прибежал мой педагог, по кларнету Азгам Зарифович Ебадулина. Он узнал, что меня на ковер, и прибежал, и говорит, Николай Павлович, я ему разрешил, он взрослый человек, так что тут ничего, никакого криминала нет. Ну, если так, педагог, тогда что? Ну, как-то сегодня он играет джаз, а завтра Родина продажет. А завтра Родина продажет. Да, да, да. Такое отношение было. А теперь в нашем музыкальном училище даже есть класс саксофона. Время-то идет, все движется. Расскажите, как начиналась ваша профессиональная деятельность, связанная с песней? Вот саксофоном понятно. Я пел всегда, дома пел один, без аккомпанемента. Телевизоров тогда не было. Был репродуктор. И я дома один, бабушка умерла, я остался один. Родители на работе, старшая сестра в школе, радио. А там звучат советские песни. Летят перелетные птицы, Наряда вдали голубой, Летят они вдаль из стран. Я знал все песни, взрослые песни. Я их знал все наизусть. И я пел вместе вот с солистом этого радио. А потом тогда была передача такая, называлась «Разучим песню». Там прямо звучала песня, целиком. А потом диктор говорила, запишем первый куплет. Потом игрался запев, потом игрался припев. Первый куплет, второй куплет. И так все три куплета. И вот за каких-то 15 минут песня готова. И таким образом я знал множество взрослых песен. Патриотических, естественно. Другие не звучали. Ландыши – это уже потом. Оскар Борисович Филимпсон за эти ландыши так трепали, что… Да. Так же, как и Саульского трепали за то, что я пушистый, серенький котенок. И черный кот, да. Я не боялся, не волновался. Не было даже вот такого волнения, как вот я сейчас волнуюсь, разговаривая здесь, в студии. Я выходил спокойно. Голос лил, слетел. У меня был детский дисконт, хороший, яркий, звонкий. Даже вот здесь вот я забивал. В маленьком и тихом городе Симбирске, там, где катит воды мать российских рек, всем народам близкие, дорогой и близкие, родился великий человек. Да, вот здесь, в этой студии. Да, песня. Та самая песня. Да. И все. И пошло вот с детского хора. Уже я научился правильно петь. Хотя я и так пел, подражая вот тем людям, которые поют по радио, бессознательно. То есть так, как они, так и я. А здесь уже научил правильно делать артикуляцию, как нужно распеваться, как нужно произносить дикцию, все-все-все-все. У нас был замечательный хор, четырех голосов, я уже говорил. Мы пели глинки, хор Слася. Это солидные произведения. Оттуда вот эта вся любовь к пению. Ну, а потом, когда голос стал ломаться, ну, тут как-то было и недопение. Я в основном на саксофоне играл. Мне разрешили играть на саксофоне вечером на танцах для рабочей молодежи. Школьникам туда вход запрещен. Только те вот, кто работает на фабрике, вот они там танцевали. А играть нужно было, потому как моего предшественника его призвали в армию. И все, саксофон остался без хозяина. Ну, пришли к заучу, сказали, вот разрешите парню играть на танцах. Она так подумала, сказала, так, вот если он будет себя прилично вести на уроках и будет нормально учиться, тогда я не против. Ну, я моментально пересел с Камчатки, пересел на первую парту, прямо вот к учителю. Я учился хорошо. У меня не было двоек. Я не хулиганил на уроках, меня не выгоняли за дверь. Право играть на саксофоне нужно было заслужить. Так точно, конечно. А потом, потом была армия. Меня призвали в 70-м году в армию. Я попал в учебку, то есть в сержантскую школу. Там все, забудь про музыку. Там нас, извините, учили выживать и передавать марзианку на ключе. Но потом, по прошествии буквально два месяца прошло, меня комбат вызывает к себе и говорит, слушай, вот у тебя в личном деле написано, что ты играл на саксофоне. Я говорю, да. Тогда вот слушай задачу. У нас тут смотр художественной самодеятельности в бригаде. Давай набирай команду и давай выступай. Я говорю, товарищ капитан, нужны инструменты, бас-гитара, ритм-гитара, барабаны, саксофон. Люди есть. Все, в нашей батарее есть. Давай пиши, какие инструменты. Он это дело отнес в оркестр. Там был замечательный военный оркестр. И нам выделили, дали эти инструменты. И он сказал, после обеда вы занимаетесь в клубе. Ну, буквально неделю мы репетировали. И смотр. И мы заняли первое место в бригаде. Им не объявили 10 суток отпуска. Такого в учебке не случалось никогда. То есть там полгода ты находишься, учишься, получаешь сержанта или младшего сержанта и отправляешь служить дальше, куда пошлют. Меня, например, хотели послать в туркестанский военный округ. Город Кушка. Это самый южный. Это граница Советского Союза. С Афганистаном. Тех времен. Там пляж, а моря нет. Я взмолился. Упал чуть не на колени перед замком извода. Говорю, ради бога, куда угодно, только не туда. Я почему-то боялся вот этой пустыни, песок, жара, тарантулов. Он так улыбнулся. Ну, ладно. Зашел в комбату. Через две минуты выходит и говорит, в Германию. Ну, и все. Я поехал служить. Г, С, В, Г. Группа советских войск в Германии. А это был 70-й год. Я приезжаю туда. Нас везли пять суток в Теплушке. Как вот во время войны. Буржуйка стояла в центре. Приехали. Опять это проведение какое-то. Во Франкфурт на Одере, естественно. Не на Майне. Мы там где-то поспали на каких-то палатях. Утром я вышел во двор. Полным-полно народу. Ходят офицеры. От майора и выше. Не успеваешь только честь отдавать. Я уже сержант. Нас научили, как это делать. Что ефрейтору надо строевым честь отдавать. А тут целые подполковники, полковники. Я не знал, куда мне деться. Друг, я вижу, стоит солдат. Черные погоны, петлицы. И лира. Лира в петличке. Музыкант. Двубортный шинель. А у нас-то солдатская на крючках. Я к нему подхожу. Музыкант. Да. А что ты интересуешься? Я говорю, да, вот я тоже. Да, на чем? Я говорю, ну, Клармин. Да ты что? Стой здесь. Буквально через две минуты идет с дирижером. Ну, уже такой в возрасте был подполковник. Я докладываю, как положено. Такой-то, такой-то. Радиотелеграфист. Так точно. А хочешь быть саксофонистом? Командир отделения саксофонистом. Я говорю, у меня нет слов. Так, где твои вещи? Я говорю, какие вещи? Вот, Сидор. Все мои вещи. Садись вот в эту машину. Я твои документы забираю. Везут нас. Долго везли на этой машине. Приехали мы в небольшое городишко. Ошац. Это между Лейпцигом и Дрезденом. В ГДР. И вот туда. Там ракетная бригада. Колючая проволока. Выхода никакого. То есть, ни разу не было бы увольнения. Ни разу. Там просто их не было. Но зато я попал в профессиональный, несамодеятельный, штатный военный оркестр. Да. И я сменил связистские эмблемы с таким удовольствием на лиры музыкантские. Но это было счастье для меня. Я говорю, меня по жизни ведет Господь Бог, наверное. Потому что я должен быть радиотелеграфистом, ходить в караул и прочее. А я попадаю в оркестр. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. За Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет. И тут концерт. Начальник штаба сидел в зале. Он спрашивает дирижера. Семенов, откуда парень, я его не знаю. Товарищ полковник, я его вот привез из Франкфурта, а мне начальник связи его не отдает. Он говорит, связист. С отличием закончил учебку. Забирай. Ну и все. После этого концерта подходит ко мне страшина оркестрова. Говорит, давай военный билет. Ну он тут же в штабе ставит штамп. Военный музыкант. Военная специальность такая-то. Командир отделения. И полтора года я служил и занимался любимым делом. Оркестровые партии я играл в докларнете. Марши. Что положено делать военному оркестру? Играть марш. А потом, потом мы репетировали малым составом. И уже в доме офицеров мы играли танцы. Потому как людям пойти было некуда. Идти в город к немцам ехать это далеко, да и неудобно. А здесь замечательный дом офицеров. Хороший танцзал. Замечательные ребята играют прекрасную музыку. С тех пор ваша связь с музыкой была оформлена уже официально. Вот с тех пор, с 70-го года, я и считаю, что вот моя творческая деятельность, которой теперь уже 52 года. Я давно знам не верю, и сейчас идешь сквозь огни. Я вот тут в связи с пандемией был на удаленке, как говорят. И дома мы с супругой разговаривались. Она говорит, слушай, давай сделаем выборку из твоих произведений. Сделаем вот самые, которые, что не наиск, самые хорошие. Отбирали мы с ней, долго обсуждали, отругались. И собрали вот диски. Обратился к людям. Фотографии там какие-то. Не просто песня звучит, а еще и фотография идет. И вот получился замечательный, неплохой, так считают, диск. Вот вы сейчас сказали про супругу. Я знаю, что она много лет занимается, так сказать, администрированием, если можно так сформулировать, вашей творческой деятельностью. Я прав? Ну, она вообще большой молодец. Она, во-первых, музыкант. Закончила в свое время музыкальное педагогическое училище. Поэтому с ней легко в этом отношении. А последние лет 15 она работала в нотной библиотеке. Она заведовала в училище культуры нотной библиотекой. Поэтому с нотами-то проблем не было. И вот когда я стал сотрудничать с Оркестром народных инструментов, как вокалист Евгений Александрович Федоров меня позвал, все ноты она мне доставала. Я к нему, я говорю, вот Евгений Александрович. Он делал аранжировки, писал партитуру, раскладывал все это на оркестр. И у нас пошли концерты. Один, второй, третий. И все разные программы. Песни кино. Много было разных программ. Я с этим оркестром, наверное, 20 сольных концертов отпел. Не только здесь, в Ульянске, а вообще по области. Где мы только не были. И все это, конечно, благодаря супруге. Сенние листья шумят и шумят в саду. Знакомой тропою я рядом с тобой иду. И счастлив лишь он в концертце поет. С кем рядом любимый идет. Теперь я уже комплексовать начал по поводу своего возраста. Своей, так сказать, непрезентабельности я уже пополнял. Уже не такой, как молодые люди. Поэтому вот этот вот концерт, который состоится, для меня это очень много значит. Это веха в вашей творческой биографии. Это лебединая песня, так скажем. А вот сейчас, по истечению времени, сейчас вы очень много вспоминали свои первые шаги на сцене, в этой студии еще ребенком и потом в армии. Как вы думаете, вот ваш творческий путь, он мог бы сложиться по-другому? Не жалеете вы о том, что связали свою жизнь с музыкой? Я часто об этом думаю и считаю, что я жизнь свою прожил неплохо и не зря. Я приносил пользу людям своей работы тем, что я играю в оркестре, или я играю в соло, или я пою. Я вижу реакцию зрителя. Уже вот, допустим, на сольном концерте первую песню поешь, вторую, а уже третью песню ты поешь, и ты чувствуешь реакцию зала. Оттуда идет тепло. Вот такое тепло, которое ты туда всылаешь, оно идет обратно. Значит, людям нравится. А раз нравится людям, значит, я правильно делаю. Ну а что, ну хорошо, был бы я радиотелеграфистом, а после армии пошел бы там работать электриком. Принес бы я столько пользы людям или нет? Я считаю, что нет. Я вот до сих пор, у меня сосед есть, мой ровесник, он говорит, ты куда все это бегаешь? Я говорю, на работу. Какая работа? Тебе сколько лет? Я говорю, вот столько. Ну ты неугомонный. Я говорю, ну я не могу по-другому. У меня был период, я лет семь сидел дома, с дивана на кухню и телевизор. С ума сойти можно. Я не могу без работы. Музыка держит в тонусе. Да, именно. Ты всегда думаешь о том, что нужно быть в порядке. Нельзя расслабляться. Нельзя, а тут заболело, тут кольнуло. Нет. Надо как-то что-то двигаться, что-то делать. Я считаю, что она продлила мне жизнь. Моя работа, моя специальность вот эта. Я служил во многих оркестрах, в училище связи, последние 15 лет в военно-техническом училище. А потом, когда уже снял погоны, меня позвали в оркестр Суворовского училища, просто вольно-наемном. Там еще пять лет. А потом, вот уже когда образовался оркестр держава, Николай Антонович Булатов организовал этот коллектив. Я пришел, он говорит, а ты саксофон давно в руках держал. Я говорю, я его и не выпускал. Ну как, ну ты последнее время поешь. Я говорю, я и саксофон никогда не забываю. Ну давай, давай. Ну и вот с 2002 года держава. Песни, которые исполняете, как выбираете себе репертуары? Это песни вашей молодости, вашего детства? Песни моей молодости, юности. Те, которые с детства сюда запали. Как радио включилось, и слова, и песня звучит. Я ее и не пел, бог знает сколько, а помню. А потом уже, когда стал взрослее, стал работать и заниматься музыкой, вот услышал песню, вот она зацепила, легла вот туда, проникла тогда, да. Думаешь, вот эх ты, какая красивая гармония. Мелодия красивая, которая запоминается сразу. Не надо ее там выучивать, что-то там где-то наигрывать, как-то выучивать. Она сразу запоминается, ложится на сердце. Вот так и живем, не ждем тишины. Мы юности наши, как прежде верны. На сердце, как прежде, горит от того, горит от того, что душа превыше всего. Потом еще очень большая школа вокала мне случилась в жизни. Я 8 лет пел в церковном хоре. Были очень сложные времена, ну, вы помните. В 90-е? Ну, да. Хотя я служил в армии, в общем-то, не бедствовали, так скажем. Ну, вот почему-то вот меня ноги привели в церковь. Я обратился к одному знакомому. Я знал, что он поет в церковном хоре. А как у тебя с сальфеджио, меня спрашивают, на уровне музыкальной школы. Он говорит, ну вот, милый, а там? Там много голоса, сразу надо слистать. С сальфеджио, вот регент, берет камертон. Да, ля, фа. И все, вот у тебя ноты. А тут еще и текст на старославянском. На первых порах мне было очень тяжело. Первые полгода с таким трудом это давалось. Но потом, потом получаешь удовольствие от того, что ты слышишь, как звучит вот этот вот хор и твой голос в этом хоре. Ну, это, конечно, совсем другое. Но когда звук аккорд идет в купол, проходит через алтарь и возвращается на клирос, певчим удовольствие такое, что думаю, господи, как здорово. Я очень благодарен, может быть, Господу Богу и судьбе, что так сложилось, что я, вот у меня была такая вот веха в моей жизни, и попел я. И очень жаль, что сейчас, в данный момент у нас в нашем городе Ульяновске, Симбирске, плохо дело с церковными хорами. Это большое искусство. Вы саксофонист и вы певец. А что вам нравится больше, выступать как инструменталисту или выступать в качестве локалиста? Больше всего мне нравится играть в оркестре. Даже не соло играть. Хотя это тоже мне не чуждо. Я занимался этим. Долгое время играл. Один. Ну, аккомпанировали ребята. Две гитары, клавиши, барабан. Все. А сольная партия, все мое. Но когда сидишь в оркестре, когда тут сидит 4-5 саксофонов, и вот эта вот группа встает и играет сольный хорус. Это же вообще здорово. Мощное. Вот красота, особенно джаз. Мне так нравится. Хотя я, может быть, ну, так скажем, небольшой специалист в этой области. Это сложно. Да, импровизация – это уже отдельный вообще разговор. Но я так люблю слушать. Когда вот слушаешь, как играют люди, думаешь, господи, я бы за ним ходил, ноты носил. Вот просто грузчиком носил бы ноту и ставил этим людям. Ну, вот таким вот, как Бутман, его музыканты. Сегодня мы прекрасно побеседовали, вы очень увлекательно, эмоционально рассказали о своем творческом пути в финале каждой передачи. Ну, кроме того, что мы, конечно, приглашаем всех на ваш концерт, всегда прошу что-то пожелать своих гостей. Большое вам спасибо, что вы пригласили меня вот для этого разговора. Я уже сказал, что я давно вот не был здесь. Это здорово. Я с вами беседую вот так вот, как будто бы здесь нет микрофонов. Это самое... Это большое вам спасибо за то, что вы меня позвали. Ну, и большое спасибо тем людям, которые по жизни, по моей, по моей творческой жизни помогали мне. Дай бог им здоровья всем. Моим дирижерам, музыкантам, с которыми мне довелось играть, которых много уже и ушли из жизни. Моим дирижерам, музыкантам, с которыми мне доверяются. Я считал для себя большой удачей, что я с такими музыкантами. Стою рядом и играю. Это для меня много значит. Желаю всем здоровья, удачи. И чтобы вам так повезло в жизни, как мне. Я считаю, что мне очень повезло в жизни. С моими людьми, с которыми я работал, служил. С женой, с которой я живу уже 38 лет. Она замечательный человек и большой помощник, друг и помощник. А наше время, к сожалению, подошло к концу. С вами был ваш музыкальный радиогид Александр Филатов, моя утренне бодрящая радиопрограмма «За чашкой кофе» и ее гость, певец, саксофонист Дмитрий Захаров, чей юбилейный творческий вечер с ульяновским государственным духовым оркестром «Держава» состоится сегодня в усадьбе семьи Ульяновых. Помните, музыка – великая сила, которая способна украсить и продлить нашу жизнь. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok